Всем привет, с вами снова Стелла. Урок номер три. Этот совет отчасти перекликается с тем, кстати, о чем говорила Настя и почему я захотела это видео снять. Она приводила такой пример, словно говоря, если ей нужно было сделать какую-то работу, и начальник, например, высказывал свое какое-то мнение, что вот надо сделать так и так и так. Она без одни мысли просто принимала эту позицию начальника и шла так делала. Ну, потому что это естественно, начальник вроде бы опыт, не знает больше, и в общем-то он начальник, он говорит. И, в общем-то, это свойственно очень многим людям, да, не ставить это под сомнение. Ну, во-первых, потому что, опять же, в нашей культуре, мне кажется, там, советской, постсоветской, российской, есть такой немножко, да, вот эта иерархичность, типа, там, Биг Босс сказал, надо делать, да, то есть это не подвергается какому-то сомнению. То есть это еще даже, наверное, там, из школы идет, да, что вот учитель сказал, ты с учителем спорить не можешь. То есть ты там не в Америке где-то, да, где ты можешь вести диалог с учителем, сказать свою точку зрения и получить за это, там, двойку или по шапке. Вот у нас этого нет, поэтому мы и на отношения внутри компании тоже это все переносим и не ставим в сомнения. Ну, и понятно, что это особенно выражается, да, ярко, достаточно молодой такой сотрудник, и ты, в общем-то, как-то не готов, да, вступать в конфронтацию с большими начальниками. Я эту ошибку, естественно, тоже много-много раз совершала. Отчасти я эту ошибку совершала с какой-то там неуверенностью, отчасти потому что я не верила, что, в общем-то, если я скажу, как бы это как-то сработает. Но сейчас я понимаю, насколько это все было как-то переверто в моей голове. Ну, потому что, условно говоря, вот сейчас, если меня там зазунуть в какую-то из этих ситуаций, я, наверное, в данный момент набралась столько всякого опыта уверенности и решимости. И, например, бы нужно было делать какую-то конкретную вещь, которая там, я считаю, неэффективной, я знаю там лучше, да, свой бренд, я знаю точно, что это не сработает. Я просто сказала, я бы не буду это делать. Хотите, вот увольте меня, я не буду. Понятно, что когда ты молодой сотрудник, ты не готов жонглировать темой «увольте меня». То есть для тебя это, о, господи, ужас, да как я вообще могу такие слова произнести? Это слова, которые нельзя произносить слов. Сейчас для меня увольнение, во-первых, вообще не является каким-то страхом. Второе, я понимаю, что в нормальной компании никто тебя не уволит, только потому что ты отказываешься делать какую-то вещь, и ты, да, идешь на диалог. То есть ты не просто такой, типа, не буду. Ты как бы объясняешь свою позицию, ты ее обосновываешь, ты приводишь доводы, ты подтверждаешь это чем-то. Никто тебя не уволит, и либо найдут другого человека, который это будет делать, либо прислушаться к твоей позиции. Ну, когда я была молодая, я на эти грабли наступала регулярно. И яркий вот такой был пример. Мы делали какую-то промо-акцию или какой-то пиос-материал. Это должно было встать в магазины, да, это был рекламный материал, который должен был встать в разных магазинах по всей России, маленькие, большие всякие киоски, ларьки. И все, эта программа тоже была запущена, эти штуки уже стояли в магазинах. И тут какой-то босс ему пришло в голову, а не добавит ли нам еще вот такой вот текстик. Ну, в маркетинге большой босс очень любит заниматься вот этим микроменеджментом. И, соответственно, мне мой директор по маркетингу говорит, слушай, вот бигбосс сказал, что надо добавить такой текст. Я говорю, ты понимаешь, что эти штуки, они уже произведены, то есть уже потрачены деньги, уже сделаны дизайны, уже как бы закончен производство, и они уже разосланы по регионам, и они уже ставятся в магазины. Он такой, ничего, сейчас мы напечатаем стикер и заставим всех продажников, то есть всех людей, работающих в отделе продаж, объехать все эти магазины, где эти пиос материалы стоят, и доклеить этот стикер. Понятно, что ситуация в бизнесе бывает разная, но тот конкретный стикер не имел никакого значения. Он никак бы не влиял на продажи, он ничего не изменил. То есть это не было какое-то исправление ошибки или там что-то такое. Это была просто какая-то прихоть большого босса, на которую ни один из начальников, который был под ним, не смог просто внятно сказать, слушай, чувак, ты, конечно, биг босс, но это глупо, это не будет работать, и это уже too late, потому что все уже как бы стоит на местах. Но в компаниях, особенно в крупных, все часто любят заниматься таким вот, ну, кроме, ну, к сожалению, кроме слова, что по***, таким вот, поскольку все эти остальные боссы вот этим всем занимаются, да, они не готовы перечить своему биг боссу, поэтому им проще взять и кого-то заставить, подумаешь, какие-то ребята в полях, селс-рэп потратят время на то, чтобы клеить, наклеить. Мы-то, главное, тут сидим, в наших комфортных, уютных офисах, какая набрается до этих ребят. Я помню тогда вот это было настолько вообще ситуация, от которой у меня просто стояли волосы дымы. Сколько это нелепо. Все знают, что это просто прихоть какого-то босса. Я как человек, как менеджер, им это должна буду донести, то есть я должна буду на очередном собрании национальным людям, взрослым, сказать, что, ребята, а теперь, серьезным лицом, а теперь вы пойдете, будете клеить наклейки. И мне было обидно того, что когда я говорила своему начальнику, я говорю, ты понимаешь, что они просто пошлют нас на, никто это клеить не будет, они просто решают, что в очередной раз маркетинг идиота. Он такой, неважно, главное, что мы прикрыли свою попку, и мы, типа, свою работу сделали, мы наклеечки произвели, мы их разослали, а уж потом это их будут ругать, что они не наклеили. Мне было так обидно, мне хотелось реветь, но я понимала, что, ну, кто я там маленький продукт-менеджер, двухлетним опытом работы в маркетинге, кто меня послушает. Сейчас я просто понимаю, что надо было просто взять и сказать, я не буду этого делать. Вот ты хочешь быть идиотом, вот иди и презентуй это, иди и доноси это агентству, там, продакшену, не знаю, там, трейдмарить, ну, вот иди и это делай. И я уверена, что, если бы я так сказала, ну, возможно, бы мой босс пошел бы это сделать, да, хотел бы прикрыть свою занятию. Но если бы я так делала чаще, возможно, что-то бы в этой общей дурацкой системе, да, какой-то бы лед сдвинулся. Но я считала себя маленьким винтиком, от которого ничего не зависит. Но тогда я вот этого не понимала, и сейчас я понимаю, что как многое зависит от того, что ты просто можешь взять и сказать нет. И это тоже во всем проявляется. Это проявляется в работе, это проявляется в каких-то отношениях, это проявляется в отношениях с родителями, с какими-то детьми, с друзьями. Иногда надо набраться смелости, и если ты видишь за этим, да, очень четкое обоснование, сказать нет, я этого не буду делать, потому что, потому что и потому что. И на самом деле в глобальной перспективе, если ты работаешь с адекватными людьми в компании, они во всем, вот в этом твоем поведении, они увидят в какой-то момент, что ты на самом деле отстаиваешь интересы компании, что ты на самом деле приносишь пользу. Если они это не увидят, если вся вот эта компания не видит, то в этой компании делать нечего. Вы просто находитесь в объязивных отношениях. Ну, то есть вы просто находитесь в отношениях, которые делают вас не счастливым. Зачем вам там быть? Ищите другую работу. А если это адекватные компании, то со временем они поймут, и они, наоборот, вас будут больше стыдить, потому что они будут понимать, что у вас есть точка зрения. И отдельно вообще вот это про тему силы нет одного человека, я хотела вам рассказать такую бы историю. Есть такая игра, которая проверяет поведенческие отношения, тоже там из game theory, в том числе там связанная с экономикой. Игра заключается в следующем. Людей, находящихся в аудитории, рандомно делят на две команды. И дальше каждой из команд нужно принять решение, выбрать там из двух вариантов, дают ли они там плюсик или минусик. Каждая команда после определенного момента обсуждения, объявляет свой этот результат. И дальше в зависимости от того, как команды проголосовали, там выбрали они плюсик или минусик, добавляются очки. Я несколько раз играла в эту игру, и у меня есть такое очень интересное воспоминание из этой игры, которое прям очень сильно поменяло во многом мое сознание. То, как внутри команды принимается решение ставить там на следующем раунде плюсик или минусик, может происходить по-разному. Но обычно происходит так, что есть люди, которые доминируют, есть всякие тихони, которые просто там молчат. Но при этом может быть история о том, что решение в команде принимается не таким вот рандомным способом, поговорили, решили, а голосованием. Причем каждый участник команды должен проголосовать за это решение. То есть, если мы хотим поставить плюс, должны все участники команды проголосовать за плюс. Смех, поставить минус, то минус. И дискуссия длится до тех пор, пока вся команда не приведет к одному знаменателю. Находится иногда такой человек, который наконец-то понимает силу своего я. То есть, обычно команды играют раундами, раундами, раундами. Они там долго тратят время на дискуссии. Это может, не знаю, по полчаса идти на дискуссию. Ну, в конечном итоге люди просто сдаются и соглашаются, да, как бы примыкают к мнению большинства. Но в какой-то момент находится человек, который понимает, что, блин, если я буду до самого последнего просто стоять на своем голосе, и этот голос будет отличаться от общего голоса команды, команда не сможет принять это решение. То есть, грубо говоря, один человек в данной ситуации может изменить как бы ситуацию. То есть, он может продолжать настаивать на своем, и говорит, ребята, я не проголосую за минусики, я буду уставить плюс. И вот пока вся команда не согласится с ним, мы не придем к общему знаменателю. И это очень сложная позиция, потому что нам вот как раз рассказывали случай на тренинге, что там был пример, когда на человека оказывали такое сильное психологическое давление, что там чуть ли не запинать его хотели, потому что это был огромный тренинг, там чуть ли не 50 человек в каждой команде было. То есть, человека просто хотели морально изничтожить, запинать, но человек стоял на своем. И понимание того, что твой голос может на самом деле изменить ход всей игры, оно, не знаю, великого стоит. И да, оно требует определенного решимости, оно требует смелости, но такие вещи, как решимость, смелость, уверенность в себе, то самое главное, что я наконец-то поняла к определенному году своей жизни, это все вещи тренируются. Вы можете быть супернерешительным человеком, но по крупиночке, по шажочку, пробуя, заставляя себя хотя бы чуть-чуть делать что-то, что вы там боялись сделать вчера, вы можете очень сильно в себе это качество развить. И мнение одного человека имеет значение. И мнение одного человека может многое изменить. И, в общем-то, это то, на чем я, наверное, хотела закончить это видео. Спасибо всем за внимание и до встречи в новом выпуске. И, кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, который называется Inspired Journal. Его можно найти в Телеграме, набрав Inspired Journal одним словом. Или просто пройдя по ссылке, которая есть в описании, здесь я где-нибудь ее напишу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!